всем доброго дня уважаемые подписчики не буду долго этот ролик делать так как у меня будет чисто по схеме вот по этой по то что я здесь изобразил постарался для вас изобразить так что не сильно меня не обессудьте из-за того что я такой художник не никакой не какашный значит как могу так нарисовал я думаю вы поймете я постараюсь по крайней мере вам объяснить потому что было очень много комментариев за это время третий год уже пошел у меня котел включился или четвертым то есть третий год точно работает все прекрасно все отлично я с вами делился роликом но ты многие просят именно чтобы я нарисовал наглядно схему все остальное значит нарисовал как мог я сказал и сейчас я вам постараюсь объяснить то есть схема я повернул именно к вам мне будет немножко сложнее ориентироваться но для вас будет проще значит для меня схема кверх ногами а для вас она как как положено значит начнем с чего начнем с выхода котла это выходка с котла горячей воды котел у меня к ст 16 старый котел еще тот советский можно сказать но менять его не хочу потому что у меня очень даже удовлетворяет час и как бы безопасно в любое время вытащил горелочку вытащил радиатор ну можно принципе не вытаскивать но если там засыпать дрова на на будет опасно и дровами топи пожалуйста потому что ситуация нестабильная вы понимаете особенно в нашем регионе стране я вернее значит начнем выход из котла вот он у меня 2 дюймовая труба как правило таких котлов выходит вот она выходит я ее она выходит выше я ее отрезал и резьбу дальше нарезала немножко чтобы она так было более компактнее там она выступает на миллиметров 100 но сейчас выступает миллиметров может быть 40 50 накрутил сюда переходную муфточку на пол дюйма 2 дюйма на пол дюйма вот сюда вот и тройничок значит тройничок пошел на насос вот у меня стоит насосик 12 вольтовый это насосик который аварийный случае чего включается эта схема и а потом отдельно отдельно сделаю ролик по схеме этого насоса как она автоматическом режиме переходит именно на включение этого аварийного насоса и вверху меня стоит клапан маевского то есть который стравливает воздух здесь постоянно гоняется швада и естественно какие то выходят если попадают немножко даже какой-то воздуха он естественно там как-то где-то может с уголочком выскакивает хотя я вакуумировал перед этим но он не помешает и клапан маевского который постоянно срабатывает поплавковый клапан и в случае чего выпускает воздух значит после этого двигателя который стоит у меня последовательно по схеме то есть через него проходит вся подача воды и в поверьте вполне хватает нормально никакого сопротивления моторчик не делает то есть через эту крыльчатку проходит вся эта масса воды и попадает она вот немножко изобразил попадает в этот именно теплообменник это я поставил радиатор с жигулевской печки он такой медный как бы трубки латунные медные сами сотые там полу латунный полумедный но тем не менее теплопроводимость у него хорошая это раз не покупал я его это два и эксперимент как сделал и мне до сих пор я даже вы не снимал не вытаскивал мне очень нравится и выход вот он выход пошел это все идет внутри котла вход пошел вот в дымоходе я просверлил 2 отверстия под полдюймовую трубу гофру нержавейку завел снаружи вот в трубу и пошло на по трубе и внутри котла подключился сюда тоже самое выход пошел внутри трубы из трубы выходит сюда наружу тоже в это отверстие и пошло за котлом это это подача считается пошла за котлом когда выход с радиатора и на моторами на насос который 220 вольт именно основной который работает трех скоростной все как положено мутант стоит вертикально значит сюда получается подходит подача подача пошла значит через мотор значит качает пошла через теплообменник этом на теплообменник ролик конце показывал я делал его разборку промывку вот этой вот именно трубочки потому что через нее вода идет нагревается и идет у меня именно на у меня там находится душ там у меня находится кухня мойка чтоб теплая вода была все все прекрасно работает мне тоже это нравится я не хочу переделывать потому что удачно получилось здесь у меня вверху где стоит тройничок здесь вверху у меня вкручена ну ёршик такой значит и пошла шлангочка маленькая там пятерочка по уна расширитель тоже там кто смотрел ролики видели к у меня канистрочка пятилитровая стоит ее я или сюда могу поставить ставлю ну и иногда на пол поставлю она мне мешает все нормально все работает все греет ничего не завоздушивается ничего в этом случае клапан срабатывает на тоже нормально когда даже канистра внизу стоит этом клапане такой поплавок ну как бы такой плавучий мощный что он в любом случае перекрывает своим объемом воздуха перекрывает выход и нормально получается даже держит маленький вакуум когда мы канистру ставим получается маленький вакуум но все работает все прекрасно но в основном она вот и сейчас у меня стоит именно вот здесь вот возле котла иногда когда я заливаю или что-то там делаю чтобы воздух лучше вышел я чуть-чуть выше поднимаю и все а так прекрасно работает но продолжим дальше значит пошла через теплообменник то же самое здесь у меня стоит кран трехчетвертной у меня здесь резьба и кран трехчетвертной но принципе и полдюймового хватит но у меня трехчетвертной слой этот кран нужен для того чтобы случае чего вот я теплообменник допустим снимал на промывку двигатель вот 10 отключаю вот этот от резьбы откручиваю полдюймовый и здесь и все он не снимается легко можно промыть про просмотреть проанализировать все это экран закрываем вода чистого теплообменника там немножко сбежит и все там те литров 45 у него надо это если вовремя закрыли все нормально в системе остается вода и дальше пошло после этого пошло у меня здесь стоит тройники не нарисовал не схватил усложнять эту всю схему тройник стоит пошел на туда же на на душ теплый пол там у меня теплый пол в душе тоже вот типа такого все и отопление значит пошло оно на на самом на сам дом это все принципе в доме но это уже про стенок у меня пошел это пошла одна комната и вторая пошло здесь у меня в углу стоит мойка кухонная здесь проходит теплая вода вот с этих вот трубочек теплообменника и все это мне идет здесь вот под полом здесь у меня проход двери двери стоят и здесь под полом меня отсюда и до сюда под полом сделано ну переход такая труба забетонирована плиткой закрыта и выхода здесь в углу и здесь все эти краны под мойка тут два крана один кран кран идет на теплый пол именно на вот эту вот кухню где я сейчас сижу нахожусь кухни на всю длину трубка сделана обратите внимание как она положена это улиточкой не так что вот так вот так а потом в конце сюда выход а вот именно перегибается пополам труба и потом она идет между ними там 15 сантиметров между трубами где подача и обратка и вот она вот такой вот улиткой двойной и выходит так намного лучше получается более равномерно прогретый помп то есть такая схема есть такая схема и выходит сюда же именно в угол где у меня стоит мойка шкафчик там все это дело мой гидроаккумулятор там вся вся система закрытая пошла на дальше значит вот она подача пошла и вот эти вот радиаторы которые у нас стоят да по моему биометаллические называется но металлические значит подача вверх выход снизу с этой же стороны тоже прогреваются все прекрасно все отлично если насос работает на третьем положении так это вообще отлично все прогревается весь низ все одинаково температура одинаково практически плюс минус там пол градуса один градус и обратка и подача принципе температура идет почти почти то раз самое ну плюс минус максимум если там сильно холодно может быть ну два градуса это хорошо потому что чем меньше температура в котле тем меньше температура в их выхлопа трубу и то есть экономнее более-менее тепло чем больше площадь тепла вот этой вот теплообменника тем естественно в доме теплее когда циркуляция меньше вот у кого есть без насосов без этих просто самоциркуляцию там естественно уже сюда подача вверху получается падение воды и все остальное у тех практически у всех половина батареи радиатора теплые в основном они горячее намного получаются потому что надо больше кочегарить ну пол радиатора всего руб а потом холоднее холоднее внизу практически холодная вода выходит это если без насоса а здесь насоса значит площадь увеличивается теплообменника и тогда намного теплее нам вот у меня достаточно вполне хватает вот этих вот трех трех батарей теплообменника как и радиаторов для моего обогрева у меня 40 чем-то квадратов всего лишь небольшой домик ну плюс там еще душик все это дело я душ не часто включаю теплый пол так иногда потому что там уже у меня двери на улицу для и немаленькой экономии как только душ я включаю теплый пол значит получается вот подача и выход подача и выход здесь у меня другая комната ведь маленькая здесь меня одна всего лишь стоит один всего лишь радиатор стоит хватает но у меня вот здесь вот такая вот петля сделано здесь метода стена такая комната стена она выходит на улицу естественно и здесь стоит именно шкаф-купе большой циркуляция воздуха плохая и я занял за ним именно чисто вот вот эту трубу пол дюймовую кинул внизу чтобы вверх подымался теплый воздух и не так у там иногда в углу аж лед появляется потому что там все закрыто все забито а сейчас все хорошо все получилось нормально значит что еще хотел сказать по теплому полу я сказал то есть если надо вот кран регулировочные уменьшаю допустим чтобы меньше шло на теплый пол хочу добавить хочу уменьшить немножко прикрыл сейчас у меня может быть на половину прикрытая уже точно не помню отрегулировал то что хотелось и то же самое сюда можно перекрыть можно закрыть но здесь я конечно сделал ошибку если вы будете делать никогда не покупайте краны с металлическими шарами они ну как вы хоть у меня и вода дистилат но в любом случае она там ржавеет или что сейчас начали они плохо поворачиваться сейчас я уже везде везде день и день и ставлю с латунными шарами лист с нержавейки они намного до долговечнее но эти буду менять хотел в этом году поменять но как-то они уже отрегулированы на свое уже плюс минус сбалансированы точнее то есть можно это закрыть будет теплый пол только греть или сделать здесь меньше здесь больше но вот так меня устраивает они пускай стоят так как есть я потом поменяю чуть позже может быть значит поговорим еще о трубе то есть выход выхлоп с котла значит по теплообменнику тоже я ничего совершенно не делал за эти года были у меня комментарии там трубки с нержавейки они не годятся они быстро пропадают и все остальное но не знаю до сих пор не пропали может быть есть просто есть такие трубки как бы нержавейка гайка дни с нержавейки и вот такое все есть то есть на проверять магнитиком что все было с нержавеечки все пока прекрасно работает температура здесь я уже показывал меня был ролик практически одинаковая что температура воды в этих там плюс-минус пока там дойдет там 12 градуса и что выхлопа одинаково вот сейчас я вот у меня работает именно котел сейчас на улице мороз был 45 градусов с утра я вот руку могу полностью покласть наверх этого радиатора и я примерно градусов 40 на нас 45 и чувствуется такая вот как бы да немножко есть такой тепло которое выходит может быть даже она влажная получается потому что тут вода идет холоднее может быть или чего ну то есть никакого влаги никакой нет совершенно вот мне писали туда-сюда вода будет капать на горелку но это в том случае если у вас очень холодная очень холодная будет вода в отоплении вы первый раз запустили и включили горелку на всю катушку тогда может быть какой-то конденсат и будет хотя у меня не было ни разу я включал сразу автоматика запускал все прекрасно работало почему но я так тяга идет циркуляция воздуха снизу засасывается и в трубу это все вытягивается она сразу же осушивается то есть капать она у меня никогда не капала до сих пор у меня все эти горелочки инфракрасные все работы только эту уменьшил часто это у меня маленькая как последнем ролике я показывал там киловатт киловаттная получилось или где-то в этих пределах то есть маленькая совсем маленькая так она мне стоит не хватает мне в том году хватило самый раз меньше нельзя но вот самый раз был и в этом году я надеюсь тоже она остается пока ничего не переделываю значит по по выхлопу горелочка горит запускается автоматика здесь вся стоит рабочая как положено кто здесь стоит термо термосильфонная трубочка который регулирует температуру воды в котле и она при то что притухает и запускает горелочку но я настроил автоматику так чтобы она не то что уменьшала а просто полностью отключала остается только один фитиль фитиль ну естественно постоянно горит фитиль горелочки настроена что она полностью отключается и как только температура естественно начинает уменьшаться или уменьшилась она опять резко запускается для чего это сделал то есть я считаю что чем больше горелка работает на прогретой на себе вот когда на прогреты уже газ используется меньше она уже раскаленная идет и когда она притухает допустим там уже температура не так мне так кажется что газ не сильно качество сгорает лучше она пускай отключится полностью а потом резко включится и опять же нагреется и будет дольше гореть на всю катушку ну пока устраивает мне все отлично автоматика работает тоже был вопрос писали от недавно как вот если вдруг газ и выключат и потухнет все газа зарвется но автоматикой заработает все положено фитиль горит постоянно горелка открутили отключилась фитиль горит если даже газ отключат фитиль потухнет срабатывает автоматика газ перекрывается и пока его не запустишь кнопочками вот эти минут есть две кнопочки красное и белое пуск и стоп ничего страшного она будет все перекрыто то есть тут по безопасности все нормально в первом ролике я показывал на тут еще была подключена шлангом газовым туда-сюда сейчас как положено металлической трубой все капитально уже сделано я не переживаю значит дальше по выходу по трубе то есть что я хотел сказать в основном значит у кого выход с котла именно кирпичный выход не советую эту систему делать скорее всего потому что до идет воздух влажный при морозе он здесь начинает тут капать какой-то конденсат может разрушиться ваш кирпичный выход вот у меня на данный момент да и вообще всегда вот металлическая труба с пятерки сваренная это я сам варил тоже и здесь стоит труба асбестоцементная 150 миллиметров утепленная естественно метров наверное 10 в общем этой трубы 10 может 12 не мерил и внизу стоит отстойник так раньше делали обычно все это и так оно и есть отстойник для там где-то для конденсата но недолго думая не хотел я открывать смотреть какой там конденсат я заглядывал именно внутрь фонариком заходил камерой туда нет там ничего мокрого совершенно но вот тут вот тут именно где-то может быть что-то и есть то есть я сделал ход конем просверлил здесь отверстие 5 миллиметров в этом отстойники ну как только просверлил я за всю жизнь первый раз только просверлил может там она что-то и было а может и не знаю что но побежала немножко водички до не вот на данный момент если там начинается холода и какой-то там получается конденсат он просто капает на землю и все не не влияет совершенно ничего на на тягу потому что дырочка 5 миллиметров и она все выливается вот в принципе я все то что вам хотел сказать постарался покороче вопросы я думаю опять будет много вопросов но постараюсь значит следующий ролик ребята будет тоже очень много спрашивали вот за этот моторчик 12 вольтовый у меня там есть ролики но опять не схематично я покажу именно свою автоматику уже я сделал другую новую более компактную такой у меня я немножко показывал вот недавно в ролике что будет у меня об этом информация я покажу как именно сделано аккуратненько маленько и я думаю вам будет тоже понятно все еще раз извиняюсь за мои эти все художества я думаю помог вам все до свидания до следующего ролика по моторчику аварийному будут вопросы еще пишите я заодно сделаю еще это ролик все всем пока